Добрый вечер, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Начиная рассказ про иммунопосредственное нежелательное явление, хочется сказать, что действительно сейчас в сути идет эра иммуно-онкологии. И это та область, в которой совершается наибольшее количество открытий и изменений, и новостей практически ежедневно. Но при этом мы пытаемся заставить иммунную систему бороться против рака. Но те средства, которые мы заставляем бороться, они обладают побочными действиями и фактически как иммунная система может поражать любой орган или ткань, так и осложнения бывают, затрагивают любую орган или ткань в организме. Да, мы на сегодняшний день говорим о том, что частота риски, связанные с иммунопосредственным нежелательным явлением, это от 30 до 100% пациентов в зависимости от того, какой иммуно-онкологический препарат мы применяем. То есть это довольно частое явление. Какие механизмы этого действия? Механизмов довольно-таки много. Это механизмы, связанные с адаптивной иммунной системой, которая отмечена здесь желтым цветом, с врожденной иммунной системой, которая здесь помечена красным цветом, но и промежуточные варианты. И чаще всего мы видим крайне как раз нежелательное явление, либо связанное с активацией главного комплекса гисосовместимости первого-второго класса, либо связанное с молекулярными микри, то есть похожестью антигенов опухолей и нормальных тканей, либо это связано с активацией врожденной иммунной системы. Тогда мы видим септикоподобное состояние, более мягкие варианты типа грибоподобного синдрома. Как часто это бывает? Когда это бывает? Да, действительно, какие-то острые проблемы, особенно с атакинами, встречались непосредственно в момент введения и в течение 4-6 часов после введения. Но с новыми препаратами эта история отсрочена, и это история, которая может продолжаться после окончания лечения. Фактически, вот эта кривая характерна для ипилимумаба, вероятность развития осложнений после нивулемаба. Обратите внимание, что столбики не прекращаются и после 12 месяцев терапии, и после 24 месяцев терапии. Какие у нас на сегодняшний день в арсенале есть препараты? Да, все сегодня говорят об иммунной онкологии, подразумевают так называемые чекпоинт-ингибиторы, которые являются одним из классов модуляторов иммунного синапса. У нас есть в арсенале никуда не уходят цитокины, которые преиспользуются при многих заболеваниях. У нас есть различные экспериментальные методы. Недавно были внедрены в клиническую практику методы адаптивной терапии, а именно карты лимфоцита, которые также обладают своими нежелательными явлениями. Есть методы устранения иммуносупрессирующих факторов, которые мы все пользуемся, но, возможно, не относимся к ним как к методам иммунотерапии. И различные методы, которые обладают иммуномологическими механизмами действия, потому что есть ситуации, когда та же химиотерапия, те же цитостатики активируют иммунные процессы. У нас есть вирутерапия, которая разрушает опухоль, но активирует системный иммунный ответ. Что происходит с нежелательным явлением? Перечень нежелательных явлений, в принципе, очень похож для любого метода лечения. Вероятность развития различается в зависимости от того, на какую точку в иммунной системе мы пытаемся воздействовать. Если мы посмотрим, что гепатиты, гастроэнтероколиты, например, при модуляторах иммунного синуса достаточно чисты, сыпи также чисты. Цитокины реже дают, в зависимости от характера, гриппоподобные синдромы, но очень часто дают синдром выброса цитокинов и другие опасные заболевания. Могут дать все остальное. Клеточная терапия. Очень высокие риски синдрома выброса цитокинов, о котором надо знать меньше риски других нежелательных явлений. Таким образом, иммунотерапия – это универсальный механизм, который работает против многих опухолей, но и осложнения, которые она вызывает, они тоже достаточно похожи. Вот пример от срочных осложнений. Пациентка получала антициталя-4 терапию, закончила ее, и у нее вот такая сыпь сохранялась в течение трех лет после окончания этого лечения. Несмотря на то, что уже и прогрессирование процесса произошло, и довольно-таки выраженная токсичность имела место быть. Что нам надо знать в амбулаторной помощи? Все это происходит амбулаторно. Введение монологических препаратов – это может, конечно, быть и стационар, и дневной стационар, но это один день. А вот все нежелательные явления происходят, когда пациент находится дома. Пациенту необходимо информировать о том, что такая ситуация может быть, он должен знать, потому что кто предупрежден, тот вооружен. Они не должны в шоке встречаться с тем, что у них сыпь, что у них понос, и они не знают, что делать. Главный ключевой момент – своевременность обращений, своевременность диагностики. Все проблемы, все летальные исходы по всему миру связаны с одним фактором. Несвоевременно пациент обратился, задержался, где-то не так стали ввести, не соблюдая алгоритм. Все это заканчивается очень печально. И, конечно, перед началом лечения необходимо убедиться, что предшествующее осложнение куперное. Поэтому необходимо знать много информации про пациента. Детальная информация, я сейчас не буду на ней останавливаться. Она представлена в наших рекомендациях, которые мы издали, и которые мы даже НССН обогнали, издав. Они находятся на сайте Русск. Мы надеемся, что нам удастся продвинуть в АОР эти же рекомендации. Но там есть пока определенные сложности. Но, тем не менее, есть инструкция довольно-таки подробная, что делать и как делать на русском языке. Но, как пример, что случается с нашими пациентами. И часто иммуно-опосредственные нежелательные явления не случаются одни сами по себе. Часто это комплексная проблема. Но, например, пациента, получавшего эпилемумаб, у него было сделано два введения, развилась сыпь третьей степени, она была успешно купирована преднизолоном, лечение продолжено. И тут, так сказать, дочка пациента привела к нам отца через три недели после того, как у него уже началась диарея, потому что отец считал, что все нормально, все хорошо. Дочка все-таки настояла. Оказалось, что диарея так, ни много, ни мало третьей степени. А чуть позже оказалось, что это калит четвертой степени, который не контролировался преднизолоном, не контролировался сульфосалазином и потребовал одного введения инфлексимаба. Да, все благополучно закончилось. Но общая длительность терапии составила примерно 3 или 4 месяца. У пациента сохранялась и сохраняется до настоящего времени стабилизация заболевания уже прошло полтора года. Что позитивного есть по поводу иммунопосредственных нежелательных явлений? Что у нас есть один ответ практически на многие вопросы. Один единый алгоритм лечения и общие принципы. Да, они отличаются в зависимости от каждого нежелательного явления, преимущественно в плане симптоматической терапии. Но вот иммуносупрессивная терапия, она общая для многих локализаций. Какой принцип контроля за эффективностью терапии? Когда разрабатывали рекомендации, мы вложили два принципа. Во-первых, нам надо ступенчато подходить к терапии. У нас есть несколько ступеней по интенсивности. Мы должны выбрать, с какой ступени мы начинаем в зависимости от тяжести. Мы должны обязательно контролировать эффект. Сроки контроля уже индивидуальны в зависимости от состояния, в зависимости от ложнений, в зависимости от того, каков риск тяжелого развития и быстрого развития осложнений в данной конкретной ситуации. Если мы достигли эффекта, мы постепенно отменяем иммуносупрессивную терапию. В принципе, можем продолжить лечение в прежних дозах, если это удалось сделать быстро. Если при отмене мы видим рецидив, мы должны вернуться на предыдущий этап, или даже повысить ступень терапии, чтобы эффективно контролировать заболевание. Основной и ключевой метод иммуносупрессивной терапии – это глюкокротикоиды. В зарубежных рекомендациях чаще все рассчитывают на метилпреднизолон. У нас мы больше любим преднизолон. Это исторически сложилось. Не надо говорить, что преднизолон или доксаметазон или какие-то другие глюкокротикоиды более или менее эффективны. Они равны эффективно в эквивалентных дозах. Используйте то, что удобно. Здесь таблица пересчета, как нам пересчитывать. Мы знаем, что если у нас доза преднизолона 5 мг, то соответствующую дозу доксаметазона, чтобы получить 5 мг, надо поделить. Эквивалентная доза доксаметазона будет 1 мг, 1 к 5 примерно пересчет дозы. Ступень терапии. В принципе, все логично. Легкие степени, первая, вторая степень, это можно продолжать лечение, но на это уже надо обращать внимание. Надо применять симптоматическую терапию, надо плотнее контролировать пациента. Вторая, третья степень токсичность, рецидивирующая токсичность. Надо использовать уже глюкокротикоиды в целом. Надо рассматривать возможность проведения терапии в стационарных условиях. Третья степень, четвертая степень, неэффективность предыдущей степени токсичности. Обязательно надо госпитализировать пациента. Возможно, рассматривать вопросы при более тяжелом течении про госпитализацию в палату интенсивной терапии, чтобы быстро купировать осложнения и дальше уже лечить согласно достигнутому эффекту. Что важно понимать? Несмотря на то, что мы проводим для лечения иммуносупрессивную терапию, это никаким образом не отражается на эффекте лечения. Глюкокротикоиды не могут уничтожить активированные Т-лимфоциты, которые обеспечивают противоопухолевый эффект. Они могут снять неспецифическую активацию, которая вызывает осложнение. Это большой плюс от глюкокротикоидной терапии. На сегодняшний день нет доказательств того, что они ухудшают результаты лечения. Есть доказательства того, что пациенты с иммунопосредственными нежелательными явлениями лучше живут и лучше отвечают на терапию, чем те, у которых таких явлений не развилось. Второй важный аспект. Если мы длительно назначаем иммуносупрессивную терапию, она сама по себе может давать осложнение. Вот пример нашего пациента. Он получил одно введение комбинированной иммунотерапии. Эпилюмаб, неволюмаб. Через 10 дней у него развился частичный регресс. Через 2 недели полный регресс. Меланомы М1Д стадии. Однако в течение 6 месяцев потом мы лечили его осложнение с помощью иммуносупрессивной терапии. И мы получили массу осложнений. Это фибрилляция предсердия, диабет, пневмония, аспергилез, гипальбоминомия, синдром Кушинга. Все это приходилось лечить дополнительно. Более того, приходилось доказывать коллегам, что действительно есть эти осложнения. Потому что, например, в институте Кашкина его не хотели изначально брать. Хотя их же анализ показывал, что аспергилез есть. Другой момент. Многие наши пациенты имеют сопутствующие патологии. Это иммуносупрессивное состояние, аутоиммунные заболевания. Как это влияет на иммунотерапию? Безусловно, об этом надо знать заранее, до начала лечения. Потому что, если у пациента есть аутоиммунное заболевание, мы можем потенциально его лечить. Но риск нежелательных явлений будет увеличен. Мы можем его лечить тогда, когда он не получает иммуносупрессивную терапию. Как будет аутоиммунное заболевание влиять на эффективность иммунотерапии? Никак не будет влиять. Вероятность ответа та же самая. Будет ли влияние иммунотерапии на сопутствующие заболевания? Например, если у пациента трансплантированная почка. Да, будет высокий риск обострения этого заболевания. Риск выше, безусловно. Взаимодействие лечения двух болезней, скорее всего, иммуносупрессивная терапия, назначенная до начала иммунотерапии противоопухолевой, снизит ее эффективность. Еще один важный момент. Редкие, но очень важные осложнения, такие как, например, пульмонит, нейротоксичность, гематологическая токсичность, нейротоксичность. Частота этих нежелательных явлений не очень высока. По данным исследований, 1-2%. Но чем больше мы переходим в реальную клиническую практику, тем выше растет этих осложнений. Скорее всего, осложнение недорепортированное в существенном виде. Вот пример нежелательных явлений со стороны почек. В исследованиях 2,2%. Редкое осложнение, редкое осложнение. Рутинная практика от 13% до 29%. Это каждый третий больной имеет какие-то проблемы с почками, будет повышение креатинина. И все пациенты, вроде как 0,6%, которые требовали диализа, это те пациенты, которые не получали глюкокротикоидов, не своевременно обратились, или у которых доктора не сразу подумали, что это иммуноопосредованное заболевание. А если мы посмотрим на биопсию почек у таких пациентов, это тублоинтерстициальный нефрит. Это картина поражения микротрубочек с выраженным отеком с изенофильной инфильтрацией. Притом интересно, что разные препараты по-разному немножко влияют на поражение почек. Это разные уровни активации иммунной системы, разные сроки начала. И вроде как пишут, что эпилеумаб реже, позже вызывает это нежелательное влияние, но мы выделили, я покажу случай, более рано. Антипедиадинтерапии развиваются быстрее, длятся дольше, и на эпилеумабе могут сочетаться поражения почек с надпочечниковой недостаточностью. А при антипедиадинтерапии, если она назначается после эпилеумаба, это увеличение риска нежелательных явлений. Вот пример нашего пациента. Это был первый пациент, который получал у нас эпилеумаб. К сожалению, все заканчивалось негативно. Одно введение, выраженная почечная недостаточность, высокий уровень креатинина. Доктора по месту жительства считали, что онкологи ничего не знают в лечении почечной недостаточности, поэтому преднизоломы, естественно, назначать не надо. Диализ назначать не надо, потому что у пациента только повышение креатинина, а калий на момент вот таких цифр он был сначала не очень высокий. Ну и в результате пациент, по сути, несмотря на то, что мы даже ездили в другой стационар, писали все назначения, пациент, к сожалению, скончался, потому что не получил глюкокортикоиды. Да, алгоритм терапии со стороны почек может проводиться, в принципе, в условиях дневного стационара. Это полуамбулаторное лечение. У нас, если что, и пэкап. Это диализ. Но для диализа не надо доводить, надо вовремя и рано назначать глюкокортикоиды в достаточно высоких дозах. Если мы не пропустили этот момент, то, в принципе, наше лечение будет успешным, и мы спасем пациенту почки. Кардиотоксичность. Другое, казалось бы, очень редкое осложнение, про которое все больше и больше говорят. Новые препараты вызывают все чаще эту кардиотоксичность. К сожалению, кардиотоксичность, если она развивается, половина пациентов имеет третью-четвертую степень кардиотоксичности, и летальность очень высокая, премиокордите до 42% летальных исходов. То есть это грозное осложнение. А если мы посмотрим частоту, то мы видим, что она до 3%, и чаще всего грешат этим антицителия-4 препаратом, то есть и пилиумаб, и комбинированная терапия на его основе. На сегодняшний день разработан очень внятный, простой и достаточно хороший алгоритм для управления кардиотоксичностью. Мы проводим иммунотерапию. Как только мы появились новые сердечно-сосудистые симптомы, любые, которые могут быть только связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы делаем ЭКГ, тропонин. Если что-то из этого нарушено, мы госпитализируем пациента, потому что это может быть миокардит. Только по риску миокардита уже может быть госпитализация. Если все норма, надо делать дополнительные тесты, и все разбирательства могут быть продолжены амбулаторно. Безусловно, без МРТ миокардит не поставить. Мы здесь видим увеличение стенок миокарда, МРТ сердца. Это основной способ диагностики, постановки такого диагноза. Но на что следует обратить внимание? Что это ранняя госпитализация, раннее начало. Очень-очень высокий доз глюкокортикоидов. Стартовая доза 2 мг на килограмм. Если нежелательное явление 3-4 степени, пульс терапии 1 г глюкокортикоидов в сутки. Это уже метилпригнизолон. Здесь и это условие орид. Поэтому, чтобы не доводить до этого, надо рано госпитализировать, вовремя начинать лечение. Помните о том, что такое нежелательное явление возможно. Завершая разговор, краткий экскурс, еще раз хотел бы повторить, что на сегодняшний день доступно в широком доступе и в виде методических рекомендаций, в виде рекомендаций русской, методички по лечению, по управлению нежелательными явлениями. С ними можно ознакомиться. Это не проблема. Необходимо об этих нежелательных явлениях помнить. Редкие осложнения на поверху оказываются не столь редки. Необходимо повышенное внимание к симптомам, повышенное внимание больным, которые получают иммуно-онкологические препараты, и повышенное информирование больных о том, что они получают терапию, которая только выглядит простой, а на самом деле довольно сложна. Важна команда сниженных специалистов. Важно знать, кому направить пациента, кому позвонить и кто в курсе этой патологии. И часто осложнение требует агрессивной иммуносупрессивной терапии. И если уже они выражены, то это происходит в условиях стационара. Поэтому про это надо помнить и вовремя направлять пациентов соответствующим специалистам. Спасибо за внимание.